Они обычно знают, где там камеры, где полицейские патрули. Стоит знак необходимости надеть цепи. В Албании вообще водят так же, как у нас. То есть вот это вот. В Париже бампера и двери – это расходный материал. Расштрафовали более 100 автомобилей. Экономика должна быть экономной. Система распознавания номерных знаков. Зажигается табло «Следуйте за мной». Оно на немецком. Вы из страны с Венским договором или Женевским. Здравствуйте. Хотелось бы сразу поблагодарить людей, оставивших теплые отзывы под предыдущими видео. Это не только приятно читать, но и дает мне понимание того, что информация, которой я делюсь, она действительно кому-то полезна, интересна и помогает в выборе, принятии каких-то решений. Это действительно здорово и очень приятно. И поэтому еще раз спасибо за ваши отзывы. В комментариях меня попросили рассказывать больше о самих поездках и давать больше информации, какой-то практической. практической, основываясь на моем личном опыте. Поэтому сегодня речь пойдет о поездках по Европе, но больше с упором на те какие-то нюансы, о которых обычно не рассказывают в похожем видео. На ютубе много информации о том, что брать с собой в дорогу, какие документы, как проходить границу, но чего точно там нет. Ну, то есть, во всяком случае, я не нашел этой информации. Например, где поесть, помыться, уколоться и забыться. То есть, например, где в пути помыться не снимают для этого гостиницу, потому что бывает часто такая необходимость, особенно при длительных пробегах, когда хочется просто где-то остановиться, особенно летом, да, принять душ, освежиться, снять усталость. А гостиницу снимать только для того, чтобы помыться, по понятным причинам не хочется. Или где выгоднее всего заправляться, чтобы сэкономить на топливе, потому что расходы на топливо в подобных поездках составляют значительную часть затрат. Или как находить дешевые варианты в пути для ночлега. Такого рода информации я на ютубе не нашел, хотя специально перед записью этого ролика посмотрел довольно много видео на эту тему и понял, что об этом никто не рассказывает. Либо не знают просто об этом, либо считают, что такого рода информация, она не важна. «Экономика должна быть экономной», говорил товарищ Брежнев на 16-м съезде ЦК КПСС. И я с ним абсолютно согласен в этом, тем более, что сам являюсь сторонником путешествий в стиле бомж-стайл. Для затравки, как пример, раз уж я упомянул о помыться, я столкнулся с тем, что мало кто знает о том, что, например, помыться бесплатно можно на платных автобанах, так как подобная услуга уже включена в стоимость оплаты автобана. И то есть с вас за это не потребует денег. Но обо всем этом чуть попозже. Для тех, кто до этого вообще не искал информацию о поездках по Европе, и это первое видео, на которое вы наткнулись, я все же затрону какие-то общеизвестные моменты о необходимых документах, комплектации автомобилей, которые требуются для проезда по ЕС. Но это только для того, чтобы это видео было как можно более полным и покрывало все основные вопросы. О чем пойдет речь? Очень коротко, как я сказал, о необходимых документах в дорогу, комплектации авто для передвижения по странам Европы. Подробнее о правилах поведения на дороге, о манере езды в разных странах, принципы дорожного контроля и оплата штрафов, и надо ли эти штрафы платить. Сразу оговорюсь, лучше всего заплатить. Выбирать для поездок платные участки шоссе, автобанов или выбирать бесплатные. В чем отличие, преимущества, недостатки? Где дешевле заправляться? Где отдохнуть, поесть? Как искать дешевые гостиницы и о нюансах кемпингов? Как искать места для дикого ночлега, если вы путешествуете, например, с палаткой? Правила разведения огня для приготовления еды и организации пикника. Где это делать можно, где нельзя? То есть какие где правила по сезонам и тому подобное. Ну и куча другой информации, которая, как я надеюсь, будет полезна. Поэтому поехали! Итак, что понадобится из документов? Это страховка, так называемая грин-карт на случай ДТП. Техпаспорт на автомобиль. Причем доверенность, если она есть, если у вас машина чужая, то она нужна будет только на границе. По всему ЕС доверенность уже не нужна и проверять ее никто не будет. По техпаспорту. Техпаспорт понадобится вам только на границе и, скорее всего, с доверенностью, если будете выезжать. А по всему ЕС техпаспорт вам уже не понадобится. Если машину вдруг решат проверить какие-нибудь патрули, то они будут проверять по номеру регистрационного автомобиля, а не по техпаспорту. Если машина не числится в угоне, к вам никаких вопросов не будет. Могут просто спросить машину вашу, вы можете сказать, нет, не моя, а там друга какого-то я у него взял. То есть, если машина не заявлена в угоне, вопросов к вам нет. По возможным проверкам. Больше всего шансов нарваться на такую проверку обычно где-то вблизи восточных границ. Это граница Чехии или Польши. Со стороны Германии иногда немцы догоняют на трассе, если видят машину с иностранными номерами, они могут проверить. То есть, впереди вас обгоняет бусик или машина, зажигается табло, следуйте за мной. Оно на немецком, но я думаю, как бы логически понятно, чего от вас хотят. Поэтому надо просто пристроиться сзади. Если вы едете по автобану, то какое-то время они будут вас везти к ближайшему съезду, проводят в безопасное место на съезде, в автобане проверят вежливо документы. И отпустят с Богом, если все нормально. Наибольший шанс нарваться на проверку такого рода, это вблизи границ восточных стран, где-то в районе, например, Чехии, на выезде из Польши в Германию, в Венгрию. Там любят стоять не только на автобанах, но и даже на каких-то второстепенных дорогах, там сельских обычных дорожках, стоят патрули, которые вылавливают катарбадистов. Ну, ничего страшного, принцип тот же. То есть они вас просто остановят, посмотрят документы, все в порядке, отпустят с Богом. За 10 лет меня останавливали только в этих областях. По-моему, это было 2 или 3 раза. Меня останавливали на выезде из Чехии где-то. Я пробирался дворами. И один раз меня остановили на польском автобане. Тоже свели с автобана, проверили документы и отпустили. Далее по комплектации авто. Что нужно с собой иметь? Это как везде нужно с собой иметь. Естественно, огнетушитель с нормальным сроком годности, треугольник аварийный, да, и аптечку. Причем, когда пишут, что нужна европейская аптечка, ну, не обязательно. Вы можете ехать и со своей аптечкой. Но почему европейскую аптечку желательно купить на ближайшие заправки и ездить с ней? Это потому, что просто если что-то случится, например, даже с вами, то проезжающие люди, если у них вдруг по каким-то причинам нет своей аптечки, они могут нормально использовать вашу аптечку для того, чтобы вам же оказать нормальную медицинскую помощь. Потому что содержимое аптечки европейское, оно немножко отличается от нашей. Эта аптечка более знакома. Она знает, что в ней находится и как это использовать. То есть, грубо говоря, наличие европейской аптечки, оно больше полезно даже вам, а не каким-то другим людям сторонним. Далее необходимо иметь с собой набор всех запасных лампочек основных, которые могут перегореть, чтобы оперативно поменять их в дороге. Естественно, это не касается тех, у которых новые автомобили с матричной оптикой. Потому что понятно, что никто не будет возить новую фару матричную в сборе с собой как запасную. Еще важно с собой иметь светоотражающий жилет. Причем желательно не один, а пару штук. Если вы путешествуете компанией, то желательно иметь их на всю компанию. Объясню почему. Потому что локальные правила предписывают, особенно на автобанах, люди не имеют права выходить из машины без светоотражающего жилета. То есть, если вы собираетесь, например, если у вас какая-то ситуация, поломка, и вы долго ждете эвакуатор, то чтобы выйти из салона другим людям, просто размяться, им необходимо будет надеть эти светоотражающие жилеты. Без них выходить из машины запрещено. Если вы собираетесь посетить Альпы, ездить по Альпу, например, даже в летнее время, вам может понадобиться цепи на два колеса как минимум. Потому что даже летом во многих горных районах Альп еще лежит снег. И вы можете просто приехать в какие-то зоны, где вы увидите, что стоит знак необходимости надеть цепи. То есть, это следует учитывать. Если вы собираетесь собираться куда-то высоко в горы, то следует помнить о том, что вам могут понадобиться цепи. Если вы не планируете вообще ездить по горам, то, соответственно, вам цепи не нужны. Естественно, летом запрещено передвижение на зимней резине, что логично. Далее, из необязательного, что полезно иметь, но никто от вас этого не будет требовать, это трос. Желательно иметь с собой запасное колесо и комплект набор ключей. Также не помешает иметь с собой на всякий случай 10-литровую канистру в багажнике с топливом на всякий случай. Бывают моменты, когда вы можете проехать 100-200 километров и не встретить ни одной заправки. Например, это, как правило, характерно для скандинавских стран. Поэтому запас какого-то резервного топлива на всякий случай с собой желательно иметь. Ну и провода для прикуривания. Далее, по правилам поведения на дорогах в разных странах. Наверное, самое важное, с чем я сталкиваюсь очень часто, это как благодарят в разных странах. У нас принято аварийкой благодарить. Так вот, в Европе аварийкой благодарить не стоит ни в коем случае. Аварийные сигналы включают в Европе в случае затора. То есть, если, например, вы едете по автобану и впереди затор, то те, кто подъезжают к пробке, они предупреждают задних, включая аварийный сигнал. Если вы по трассе едете и вдруг захотели кого-то отблагодарить, ни в коем случае не стоит делать это аварийкой. Потому что просто человек сзади, он резко ударит по тормозам, потому что решит, что впереди пробка. В то же время, если вы хотите кого-то поблагодарить, в Европе обычно благодарят поочередным миганиям поворотников. Левый, правый, левый, правый. И более того, о такой манере благодарности даже не все европейцы знают. Как правило, это присуще больше профессионалам. Например, дальнобойщики без проблем вас поймут. Или водители спецтранспорта. Эти люди знакомы с этой азбукой, и они даже могут вам, типа сказать, не за что мигнуть сзади фарами. Вот это как бы в порядке вещей. Это нормально. Если вас пропускают, уступают, благодарить, в принципе, вообще в Европе не принято. Это само собой разумеющееся. Это банальные правила базовые. И как бы все так поступают. То есть в этом нет ничего экстрадирно-ординарного. Потому что если вас пропустили в ряд, например, или из ряда, или вы выезжаете на трассу, и вам кто-то принимает влево, ну это в порядке вещей. Так должно быть, так все поступают. Как бы за это благодарить не принято. Если вы же хотите, например, в городе кого-то поблагодарить, то в городе обычно вообще благодаря друг другу рукой. Просто в прямой видимости через стекло махнули рукой, спасибо. То есть окей, окей, все, и разъехались. По всему ЕС в дневное время все вождение с включенным ближним светом. Запрещено ездить с включенными противотуманками. За это грозит приличный штраф. Еще что касается езды по Европе, тут не принято мигать дальним светом, чтобы, типа, разойдитесь, я Вася на BMW, я еду. Этого никто не поймет, и никто просто не среагирует на ваше мигание, и вы только будете раздражать людей. Поэтому мой совет, не будьте Васей, ездите так, как все. То есть если вы идете с большой скоростью в левом ряду, но, как правило, это на немецких автобанах, где есть, у них 5 автобанов, на которых есть участки без ограничений скорости. То есть вы можете ехать сколько угодно. Но даже если вы несетесь на большой скорости, и вы видите, что кто-то едет медленнее в левом ряду, вам все равно придется притормозить и подождать, пока он завершит свой обгон. Потому что, как правило, если на европейском автобане человек идет в левом ряду, то он просто обгоняет кого-то правее. И когда закончится обгон, он, естественно, примет правее и пропустит вас. Еще немножко по обгонам. Если в левом ряду вы видите, едет машина и мигает левым поворотником, это часто значит, что человек собирается обгонять там не одну машину, а несколько. То есть он вам просто дает знать, что займет чуть больше времени на обгон. Поэтому приготовьтесь, просто притормозить, подождать, пока он закончит обгон одной, двух или трех машин, которые идут с меньшей скоростью. То есть это тоже такая специфика. Чаще всего на немецких автобанах я тоже такое вижу. Дальним светом принято мигать только на моей памяти из всей Европы в Албании. И иногда я такое встречал еще в каких-то импульсивных районах Италии. По всей остальной Европе такой культуры, как мигание дальним светом, нет. За время поездок я для себя даже составил такую таблицу культуры вождения. В моем понимании, то есть наблюдая за тем, как водят в разных странах. И по моим наблюдениям, самые культурные водители живут в Скандинавии, в скандинавских странах. Далее и все это опускается. То есть чем южнее, тем более безбашенные водители. То есть в Скандинавии самые спокойные дисциплинированные водители, дальше Голландия, немцы тоже вежливые, Северная Франция, а вот все, что начинается ниже дальше, еще в Австрии более-менее народ культурно водят тоже те же немцы, грубо говоря. А вот уже начинается и Италия, Испания, там уже как бы джигиты начинают вышивать на авто, там уже более вольные нравы. В Албании вообще водят так же, как у нас. То есть вот это вот... Джигиты точно как у нас. Вот этот дальний свет, пропусти я еду, шашечки, перестроение, притопить. Это вот все как мы любим. В Европе нет культа дорогого автомобиля. То есть если вы на Ламборджини или на Бентли, это не значит, что вас пропустят. Разъезжаться все будут по правилам. Соответственно, если у вас впереди Фиат Пунта, а вы на Мазерате, Фиат Пунта не будет реагировать никак на ваше мигание дальним светом, а просто будет спокойно завершать обгон, перестроение, а вам придется ждать. Так принято. Еще по манере вождения. Вот эта схема, которую я сказал, она существует как бы вот такой, как общая схема. Но это не касается каких-то отдельных регионов. Например, в Париже водят совсем не так, как водят, например, по всей Франции. Если по всей Франции, по мелким городкам, селам и автобанам манера вождения более-менее вежлива, то в Париже из-за перенаселенности, из-за пробок, манера езды более агрессивная. Еще такой нюанс. В Париже бампера и двери – это расходный материал. Паркуются там до характерного хруста, поэтому, если вы дорожите лакокрасочным покрытием на своем авто, то в Париж лучше не соваться. Как и во многие испанские старые городишки, например, Испания, Италия. Если вы в Париже припарковали свою новую блестящую машину, пришли и нашли на ней царапины, и устроите скандал, то, скорее всего, вас просто не поймут. Дальше. По поводу проезда перекрестков. По всему ЕС уже давно как стандарт приняты круговые перекрестки. Как правило, по дефолту действует закон у того, кто на кругу, того и тапки. То есть, приоритет у тех, кто уже выехал на круг. Если нет каких-то специально дополнительных знаков, которые разруливают ситуацию, то правило жесткое действует всегда и везде. Если машина на кругу, у нее приоритет. То есть, вы ее пропускаете и дальше сами проезжаете. Либо смотрите на знаки, которые могут регулировать, давать приоритет, например, какой-то полосе для въезда. Круговые перекрестки считаются в ЕС самым безопасным решением. И это доказано на практике, что действительно количество ДТП снижается при наличии таких вот круговых перекрестков. Поэтому был принят такой стандарт. И по всему ЕС уже давно ввели везде, где только можно физически устроить круговой перекресточек. Даже если он там будет маленький, буквально там с клумбой в метр или два метра, сделают круговый перекресток. И, соответственно, будет действовать именно вот этот вот закон, приоритет у того, кто в данный момент выехал на круг. По правилам проезда круговых перекрестков. Если вам нужно поворачивать направо, у вас подъезд, например, две полосы, вы занимаете правую полосу и выезжаете. Если вам нужно право или налево, вы занимаете левую полосу перед подъездом к такому круговому перекрестку. Запомнить просто. Если несколько полос, и на самом круге несколько полос, немножко сложнее. Потому что, если, например, в Барселоне есть круговые перекрестки, там 4, по-моему, или 6 полос. И выехать на нужную полосу, на нужный съезд, не всегда получается просто из-за того, что очень загруженный трафик. Поэтому, ну, тут ничего страшного. Вы можете просто намотать лишний круг, но во время проезда такого круга вы просто постоянно принимаете вправо, перестраиваетесь, перестраиваетесь, и в определенный момент вы уже перестроились в самую правую полосу и потом выезжаете на нужный вам съезд. Тоже ничего сложного. Каких-то других особенных различий в правилах я за всю свою карьеру путешественника не заметил. То есть, в принципе, по ЕС действуют все те же правила и знаки, знакомые, которые известны всем. По правам, которые поддерживаются разными странами. Есть Женевская конвенция и есть Венская конвенция. И разные страны признают разные права, которые соответствуют заключенным договорам с этим странам. Но, в принципе, по Европе вообще не проблема. То есть, никто особо не заморачивается. Вы из страны с Венским договором или с Женевским. Ну, ездите нормально, вопросов к вам никаких нету и ездите. Никто вас не будет. То есть, если вы не нарушаете, проблем с полицией у вас не будет. То есть, вас никто не будет специально останавливать. Более того, вы можете проехать 2000-3000 километров по Европе и ни разу не встретить ни одного полицейского. Потому что они не стоят, как правило, с радарами на автобанах, никого не ловят на скорость. Никто это особо не контролирует. Стоят либо автоматические камеры где-то, но чаще всего на автобанах вообще нет камер. А камеры ставят ближе к населенным пунктам на второстепенных дорогах или на каких-то муниципальных шоссе. То есть, там стоят камеры. И иногда могут быть периодические проверки, стоять полицейские с вот этими фенами, ловить на скорость. Но это крайне редко, и я такое очень редко встречал. За все время, например, жизни в Швеции, за 9 лет, меня останавливали на моей памяти вообще 3 раза. Два из них, два этих раза, это были проверки на алкоголь и один раз проверка документов где-то там возле аэропорта, где какая-то была большая проверка, связанная с проверкой безопасности, там угрозы тарактора и прочее. То есть, проверяли документы. А так, чаще всего, ну вот два раза это были проверки на алкоголь. Как говорил один мой знакомый, если полиция в Европе тебя остановила, то у нее гораздо к тебе больше вопросов, чем ты думаешь. И это правда. То есть, если вас остановил полицейский на шоссе, то у него на это есть веская причина. Просто так вас никто останавливать не будет. О чем я еще не упомянул. Я сказал, что на автобанах камер, как правило, нет. Это правда. Но на автобанах есть специальные патрули, которые ездят на машинах без опознательных знаков. Их задача ловить тех, кто превышает скорость. Ну, значительно. У них есть с собой прибор, который фиксирует скорость. Также у них есть система распознавания номерных знаков, где автоматически проверяется автомобиль на предмет угона. Но главная их задача это выявлять нарушители, которые либо превышают скорость, либо у которых опасная манера езды. Ну, грубо говоря, резкие перестроения, шашечки, все это может привлечь внимание такого вот полицейского. Как правило, вы не поймете, что это полицейская машина до того момента, пока у нее в жабрах, в воздухозаборниках и в салоне за стеклами не зажгутся такие маячки проблесковые. И тогда вы поймете, что вы попали. Они вас обгонят, потребуют съехать и начнут оформлять протокол. Штрафы очень большие, поэтому я рекомендую очень внимательно относиться к скоростному режиму и к соблюдению стиля езды в разных странах. Потому что такие вот шашечки перестроения, они где-то на них смотрят сквозь пальцы. Например, в Италии, как я уже упоминал, любят быструю езду. А в скандинавских, например, странах, в той же Нидерландах, в Германии к этому относятся очень внимательно. Поэтому учитывайте этот момент. По скоростным режимам. В разных странах скоростные режимы движения по шоссе и автобанам разные. Поэтому, когда вы въезжаете в страну, то при въезде обычно на границе стоят таблички, которые вас информируют о том, какие скоростные режимы приняты в этой стране. То есть обычно указывается скоростной режим средний для автобанов и для движения по второстепенным или обычным шоссе. То есть, как правило, это в районе по автобанам это где-то 110-120 км в час, кое-где 130. Или, как я говорил, в Германии есть участки, где вообще нет ограничений скорости. Можете топить сколько хотите. Но, как я уже упоминал, это только 5 основных трасс автобанов в Германии. И то они имеют участки с неограниченным безлимита. Германия на данный момент это единственная страна, где есть трассы без ограничения скорости. То есть для любителей притопить и выжать педаль газа до упора, вот если вы хотите испытать своего железного коня, вам в Германию. На этих же автобанах существуют участки, где стоят знаки, которые ограничивают все-таки движение. Поэтому нет таких трасс, где вообще нет ограничений. Еще немножко, что касается манеры езды, всегда я бы рекомендовал, в вашем случае лично я поступаю так, я всегда смотрю, как водят местные. Если, например, мне хочется притопить, а я люблю иногда махнуть лишнего, хотя сам по себе по натуре не гонщик, но когда ты едешь очень долго и часто просто хочется немножко взбодриться, если у вас есть желание притопить, естественно, я не рекомендую этого делать, но если сильно хочется, то всегда смотрите на то, как водят местные. Если где-то местные превышают скоростной режим, то, скорее всего, вы можете просто пристроиться к таким вот джигитам тоже, ну и как бы притопить так же, как они. То есть, они обычно знают, где там камеры, где полицейские патрули часто стоят, то есть, если они где-то притапливают, значит, в принципе, вы можете вместе с ними упасть на хвост, там тоже притопить. И я бы рекомендовал, вот всегда, если вы ездите по разным странам, то есть, вы въезжаете и какое-то время вы просто едете и наблюдаете, как водят местные. И старайтесь как-то повторять, обезьяничать, чтобы перенять немножко манеру их езды, потому что в разных странах она разная, но помимо того, что вам проще будет самим двигаться по трассе, плюс вы как бы, ну не будете мешать даже местным, если немножко перемете их манеру езды. То есть, вы там сойдете за своего, грубо говоря, и будет более комфортное передвижение по дорогам. Немного о том, как пропускать спецтехнику скорой, пожарной и так далее. Правило простое. Если несколько полос, то левая полоса принимает влево, и правая, соответственно, съезжает вправо, то есть, оставляется центр для проезда в спецтехнике. Недавно в Германии был случай, когда оштрафовали более 100 автомобилей на автобане за то, что они не пропустили спецтехнику. Еще немножко по автобанам. Например, вы едете по автобану и вдруг замечаете, что в машине какая-то неисправность. Там что-то грохочет, пищит, скрипит. В общем, есть какая-то неисправность. Что делать? Вы должны съехать в правую полосу, включить аварийку и на маленькой скорости двигаться по правой полосе до ближайшего кармана технического, который предназначен для того, чтобы вы проверили свое авто на предмет неисправности. Это, как правило, такие небольшие карманчики. Перед ними стоит знак, где нарисован человечек, копошащийся под капотом. И, как правило, на таких стоянках еще стоит бесплатный автомат, телефоны, где вы можете... Они, как правило, желтого цвета, написано SOS. Вы можете бесплатно позвонить и попросить помощи. Также часто на автобанах такие карманы еще дополнительно контролируются камерой, которая стоит где-то на какой-нибудь там ферме, на столбе. И если даже вы не позвоните, то есть большая вероятность того, что через какое-то время к вам просто подъедет сначала полиция, скорее всего, потому что... проверить, что случилось. Ну, а иногда сразу какая-то техническая помощь. Какой-то грузовичок, эвакуатор, который подъедет сразу спросить, что случилось, оказать какую-то помощь. Лишь у любви у нашей села батарейка, о-о-о, и я ее. Батарейка, о-о-о, и я ее. Батарейка.